Георгий Емельевич Юнгвальд Хелькевич, знаменитый наш кинорежиссер и художник-постановщик спектакля «Маленький принц» и «Лесная песня». Я его очень люблю, потому что он сумасшедший, такой же, как и я. А он еще к этому все равно пишет такую музыку. Что привело известного, талантливого режиссера, многие знают, что и профессионального художника, в театр на замке? Много чего привело. Во-первых, сам Назаров, конечно. Это уникального таланта и, как вам сказать, таланта очень во многих областях. Вот, например, многим неизвестно, он пишет великолепные стихи, может посоветовать любой поэт-песенник. Во-первых, он очень мужественный человек. Ну, он меня привлек чисто человеческий. Я стал ходить сюда в театр, смотреть, потом меня потряс театр. Никогда в жизни, во всей нашей эстраде, во всей российской эстраде нет такого количества изумительных голосов и исполнителей, как в этом театре. Я просто стал ходить в этот театр. Я посмотрел скрипач на крыши, фрески. Спектакль один, другого ярче и лучше. И в тайне, в глубине души мне, конечно, очень хотелось в этом деле поучаствовать в качестве художника. И когда я услышал, что задумана новая работа в Полесе Украинки, а я как бы всю жизнь на Одесской студии проработал, 30 лет я там прожил, и я, конечно, счел себя вправе попытать своей силой. И предложил, говорю, Володь, давай это самое, я не навязываюсь, я тебе нарисую, может быть, то, что я придумал. Нет, нет, да, да. Он говорит, ну, давай. Правда, говорит, я должен тебя предупредить, уже практически сделаны эскизы. Я говорю, ну, еще раз, я ни на что не претендую, может, тебе что-то пригодится из моих идей. И я ему показал вот эту субосбродную идею, земным шаром посередине, никаких веточек, елочек, ничего, что обычно сопровождает лесу Украинку. Артисты распеваются. Да. Но вы не назвали, что это за произведение пока что? Лесная песня. А, вы сказали об этом? Да, да, да. Я пропустил эту песню. А может, не сказал? Нет, не сказал. И я ему принес свой невероятный, безумный, правда, в почеркушках, еще не сделанные эскизы, свое продолжение. Я говорю, я понимаю, что только сумасшедший может на это согласиться, такое сделать, когда лесь Украинка всегда должен быть лес, какое-то озерцо, какая-то хатка, а тут абстракция, земной шарп, что-то общечеловеческое, что-то жуткое. А он говорит, делай, я сумасшедший. Да, это так все началось. Потом маленький принц появился. Спасибо.